Сегодня мы одним выстрелом убьем трех зайцев. Посмотрим сколько стружки металла собрал неодимовый магнит за период обкатки моего компрессора. Затем сообщу хорошую новость, после чего узнаем кому из подписчиков достанется блютуз колонка, которую разыграли в прошлом видео. А еще проведем обслуживание и поставим точку в споре на тему, какое масло лучше лить. Если у вас есть или скоро будет масляный компрессор, будь то маленький или большой, то это видео для вас. Этот компрессор с головой AEROMAX B2105T от компании Foxweld я собрал своими руками полгода назад и перед первым запуском установил на картер неодимовый магнит, который должен собрать стружку металла. Перед заменой компрессорное масло нужно разогреть, заодно сдуем пыль. Сливную пробку для удобства заменил на краник. Компрессор слегка наклоним, оденем трубочку чтобы не пролить ни капли и откроем краник. Масло при обкатке рекомендуют менять дважды, через десять часов и после шестидесяти. Я так и сделал, с той лишь разницей, что использовал не компрессорное масло, а автомобильное. И вот почему. У одного и другого есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам компрессорного можно отнести цену и высокую вязкость, благодаря которой оно не попадает в ресивер с воздухом. Это важно для тех кто занимается автомаляркой. Автомобильное масло более жидкое, работает в жестких условиях при высоких температурах и, в отличие от компрессорного, создает масляное облако, которое проникает во все щели. Если к этому добавить тот факт, что в цилиндрах компрессоров делают хон, а не зеркальную поверхность, то не сложно догадаться, что автомобильное масло через кольца и эти царапинки легко проникает и смазывает клапана в клапанной крышке, обратный клапан, после чего попадает в ресивер и по шлангу добирается до инструмента. Для малярных работ, плазмореза и подкачки шин воздух с маслом это зло, но для пневмоинструмента это даже хорошо. К достоинствам автомобильного масла можно отнести легкий запуск в холодное время года. В теории меньше ржавеют клапана и ресивер, а срок службы компрессора может увеличиться на четверть. Это наблюдение работников шиномонтажа. Масло слили, за полгода немного потемнело, болты на крышке открутил, но крышка упирается. Аккуратно снять не получится, держит герметик. И собственно вот что собрал достаточно мощный магнит. Компрессорная голова сделана из чугуна и я думал что стружки будет больше. Так или иначе она конечно есть. Если бы не магнит, стружка бы работала как абразив ускоряя износ поршневой системы. Но это еще не все. Как оказалось поддон картера имеет п-образную форму. В этих пазухах и сейчас есть масло. Оно более грязное и густое, чем то что я слил. Думаю пазухи были сделаны специально, чтобы в них оседала грязь и металлическая стружка. Если бы я не снял эту крышку, оно бы тут так и осталось. Белые капли это за воской схватившийся герметик. Держится мертво. Крышку посадим тоже на герметик. Ставим на место. Закрутим. И пока герметик сохнет посмотрим есть ли конденсат. Самое время остался воздух. Поэтому сначала посмотрим в каком состоянии воздушные фильтра. У этого состояния вполне приличное. Попробуем продуть. Лучше не стало. Глянем второй. Тоже пока чистенький. Остатки воздуха просто стравим. Открутим клапан. Краник клапана на шток напрессован колхозно. Поэтому отвалился. Починим. Водичка потекла. Визуально и на ощупь масло не ощущается. Нужно дать отстояться. Поставил компрессор на попа. Не каждый так может. Краник посадил на припой обработав флюсом. Теперь не отвалится. Герметик думаю подсох. Можем залить свежее масло. Это самое обычное полусинтетическое масло для компрессоров. Если бы гараж у меня был не отапливаемый. На зиму бы лил автомобильное масло. В маленькие компрессора входит масло не более 1 литра. У меня компрессор четырехцилиндровый. Двухступенчатый. На 1000 литров. Для замены нужно от 1,8 до 1,9 литра. Я залил два. Уровень в пределах красной зоны. Поэтому все нормально. Закрутим пробку. Резьба конусная. Герметик не нужен. Сделаем первый запуск на свежем масле. Мне нравится звук этого компрессора. К тому же он практически не греется, благодаря продуманной системе охлаждения. Летом с его помощью красил ворота и заборы. От пескостроила покрасил несколько машин. Работая с пескостроем, у которого сопла 4 миллиметра, компрессор больше бездействовал, чем работал. Несмотря на то, что давление пескостроя я поднял до 10 атмосфер, воздуха хватает с лихвой. И это не предел. Этот компрессор может давить до 12,5 атмосфер. Кроме машин еще делал художественную обработку стекла, неоднократно работал с пневмоинструментом, паре с плазморезом и так далее. Компрессор вызывает положительные эмоции не только у меня, но и у друзей и знакомых. На днях хочу снять старый лак с письменного стола. Младшая дочь, студентка медуниверситета, пыталась это сделать сама, но вскоре поняла, что наждачкой это сделать нелегко. Пескоструй с задачей должен справиться и особенно в труднодоступных местах. Скоро проверим на практике. Нам же осталось выяснить кому достанется блютуз колонка Tron Smart T7 Lite. Скопируем ссылку на видео, откроем какой-либо рандомайзер, ставим ссылку. В розыгрыше участвует всего 65 комментариев. Выбираем победителя. И им стал семейный архив. Нет, 7a. Давайте найдем его и сообщим радостную новость. Это походу не она она. Что же, примите мои поздравления и свяжитесь со мной через мою группу в ВК, либо по электронной почте. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте проголосовать, поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. До встречи в новом видео.